В Омском гарнизонном военном суде допросили свидетелей по уголовному делу в отношении мужчины, который зимой этого года взял в заложницы 13-летнюю девочку. Напомню о меч, оборвался в частный дом по улице 11-я Северная и требуя героина, приставил горлу ребенка нож. Продолжит Елизавета Василевич. В том, что совершил 1 февраля этого года, Евгений Завагин раскаивается. Говорит, никогда бы не сделал ничего подобного, если бы не наркотики. В тот день мужчина, приехавший из села Надеждина, выпрыгнул из окна гостиницы, где остановился. Находясь под действием запрещенных веществ, Завагин забежал в один из частных домов. В тот момент там находились 13-летняя девочка со своей бабушкой. Стоит в плавках в одних. Я говорю, а вам что надо здесь? Подошла. Мы-то зачем сюда пришли? А он что-то баронит, то ли от кого-то скрывается, то ли всего не поймешь даже. Висели здесь вот штаны, трико. Не трико, а как-то вот такой, полоски по бокам называют. Он их схватил, одел на себя, стол открыл, достал большой ножик. Мужчина приставил нож к горлу девочки и заставил ребенка позвонить в полицию. Включив громкую связь, злоумышленник потребовал привезти ему героин, как условие освобождения заложников. На место сразу же выехали силовики. Они отцепили территорию и начали переговоры. Им удалось обезвредить мужчину. Позже выяснилось, что у ребенка небольшие царапины на теле. Мать девочки в тот момент находилась на работе. О том, что произошло, ей сообщила соседка по телефону. Ребенку потребовалась помощь психологов. Вначале, конечно, она как бы и боялась. Ну, сейчас это то, что у нас бабушка находится дома, поэтому как бы неизвестно, как. Если бы она одна бы оставалась, то как она будет себя вести. Неизвестно. Ну, конечно, она боялась. И теперь мы уже все закрываемся, уже вся улица наша закрывается на все засовы. Она и говорит, я, говорит, хотела даже вот он, когда что-то отвернулся, за лезвие как бы схватить, чтобы отодвинуть как бы руку. Я говорю, это хорошо, что не сделала, потому что там неизвестно, какая бы у него реакция бы там стала. В гостиничном номере, где жил мужчина, обнаружили бутылки из-под алкоголя, а также шприц. А меч уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ходе судебного заседания он извинился перед пострадавшими. Свою вину он признает. Завагин обвиняет в совершении двух преступлений. Это часть 1 статьи 139 ГУК РФ, незаконное проникновение в жилище против воли граждан, проживающих в данном жилище. А также по пунктам В, Г, Д, Ж, З, части 2 статьи 206 ГУК РФ. Это захват и удержание лица в качестве заложника, сопряженное с требованием государству совершить какие-либо действия. Сейчас Завагин находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Возможно, что приговор будет вынесен уже 8 июня. Елизавета Васильевича, Константин Демиденко. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск.